Здравствуйте, дорогие козероги! Добро пожаловать на канал! Меня зовут Виктор Ферман, а это ваш лунный гороскоп. Советы на следующую неделю, с 7 по 13 октября. Множество разных событий может вас поджидать. Давайте поскорее узнаем подробности. Наливайте вкусный чай или кофе. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Мы начинаем! Понедельник и вторник луна окажется в знаке зодиака Стрелец в вашем 12 доме гороскопа. А это хорошая возможность, чтобы закончить начатые дела с прошлой недели или даже с прошлого месяца. Закончить проект, закончить какую-то задачу, решить определенную проблему. Когда луна в знаке зодиака Стрелец, мы оптимистично настроены на перемены, оптимистично настроены на то, чтобы решить что-то очень важное. Мы словно начинаем чувствовать силу внутри себя и уверенность, что мы справимся. И это хорошее для этого время. Эти два дня посвятить на решение очень важной проблемы из прошлого. 12 дом гороскопа – это избавление от чего-то в нашей жизни. От чего-то, что нам больше не приносит удовольствия. То, что захламляет наше пространство. И эти два дня замечательно подходят для уборки. Утилизировать технику, отдать ненужные вещи на благотворительность, к примеру. Поэтому расчищайте свое пространство, дорогие Козероги, в эти два дня, чтобы что-то новое к вам в жизнь пришло. Также, когда луна в знаке зодиака Стрелец, а еще и в 12 доме, это очень сильная интуиция, Козероги. Если вы не знаете, какое решение принять, какой вариант выбрать, послушайте себя, задайте вопрос самому себе. Услышьте свой внутренний голос. Он будет очень силен в понедельник и во вторник. Ну и также, 12 дом отвечает за самоанализ. Это хорошее время, чтобы посетить психологов, коучей. Это хорошее время, чтобы прочитать психологическую литературу. Что-то начать в себе исправлять, если вы планировали отказаться от вредных привычек, к примеру. Это тоже хорошее для этого время. Ну и также, когда луна в знаке зодиака Стрелец, мы можем быть прямолинейны. Не выбирать слова при общении с другим человеком. Я советую Козерогам все-таки думать, прежде чем говорите в эти два дня. И анализировать всю информацию, которую вы делитесь. Три дня подряд. Среда, четверг и пятница. Луна окажется в вашем знаке зодиака, дорогие Козероги. В первом доме гороскопа. А это тот самый момент, когда мы можем взять себя в руки. Когда луна в вашем знаке усиливается самодисциплина. Мы можем собраться, взять себя, так сказать, в кулак. И сделать шаг вперед. Что-то сдвинуть с места. Если сейчас вы чувствуете, что сил не хватает, то в эти три дня вы сможете их набрать внутри себя и почувствовать уверенность. Первый дом гороскопа, в котором будет луна, отвечает за вашу внешность, за физические какие-то особенности. Может быть, вы планировали похудеть или заняться спортом. В эти три дня вы можете этим заняться или начать этим заниматься. Или вернуться, к примеру, если вы занимались раньше спортом. Это хорошее время. Либо поменять что-то во внешности. Может быть, планировали сходить на маникюр, на педикюр, на покраску волос, на стрижку волос. Может быть, кто-то из Козерогов хотел нарисовать себе новую татуировку. Или проколоть уши. Либо взять уроки стилиста. Может быть, кто-то из Козерогов хочет быть в тренде и носить только модные вещи. Вот в эти три дня вы сможете что-то выбрать, что-то найти. Далее, первый дом гороскопа отвечает за ваши таланты, внутренние способности, которые вы можете иногда не замечать. Вот в эти три дня вы можете как-то направить внимание на свои способности. Выяснить, что у вас больше всего и лучше всего получается. И начать, может быть, даже своими способностями, благодаря им, помогать другим людям. Это тоже вполне возможно. Ну и также, когда Луна в знаке Зодиака Козерога, мы можем чувствовать одиночество, непонимание какое-то. Как будто мы справляемся сами, одни с какой-то определенной проблемой. Я советую Козерогам так себя не загружать. Плохие мысли все-таки стараться. Отодвигать в сторону, чтобы они вам не заслоняли весь спектр возможностей вашей жизни. Не загружайте себя вот этими тучами. Я один или я одна, ничего не получается. Когда же, когда же. Всему свое время, дорогие Козероги. Постарайтесь сохранить в эти три дня внутренний баланс. В субботу и воскресенье Луна переходит в знак Зодиака Водолей, ваш второй дом гороскопа. А это чувство, что пора что-то менять. Чувство перемены. Вы захотите, может быть, больше свободы. Свободы выбора, свободы действий. А Луна будет во втором доме гороскопа. А это финансы. Это то, как вы зарабатываете, откуда приходят деньги. Может быть, вы захотите больше зарабатывать и будете думать об этом. Как это сделать? Где брать подработку или куда пойти работать, чтобы только чувствовать себя более свободно в финансовом плане. Может быть, вы сейчас от кого-то зависите. Или от вас кто-то зависит. И вы захотите больше возможностей. Больше возможностей для своих личных желаний. Может быть, вы хотели что-то себе купить, но сейчас придется отказать, потому что есть какие-то определенные задачи в быту или в семье. Вот захочется что-то поменять. Это хорошее время для того, чтобы проанализировать свой заработок. Достойно вы зарабатываете или нет. Где можно реализовать себя. Второй дом гороскопа это таланты. И на талантах можно заработать. Может быть, вы подумаете, а почему бы мне не зарабатывать на своем хобби. Может быть, вы прекрасно шьете или красите ногти или стрижете. Может быть, вы будете набирать клиентов на дом. Либо советовать свои услуги окружающим. Это хорошее для этого время. Когда луна в Адалее, мы находим контакты, мы находим общение с незнакомыми людьми. Нам проще заговорить в эти дни. Поэтому дерзайте, дорогие козероги. Затем, когда луна в этом знаке зодиака, хорошее время, чтобы встретиться со старыми друзьями. С людьми, которые вас понимают, принимают такими, какие вы есть. Которые вас знают с детства. Если у вас есть такие друзья, знакомые, обязательно с ними встретитесь в субботу и воскресенье. Может быть, какая-то идея к вам новая придет. Или поддержку вы получите со стороны старых друзей. Также, когда луна в Адалее, нужно оценивать все-таки все свои шансы и возможности без иллюзий, дорогие козероги. Стараться в розовые облака не улетать и слишком много не мечтать в субботу и воскресенье. Потому что разочарование будет все-таки сильным, если вы далеко улетите. Оценивайте свои шансы трезво, зная свои плюсы, свои минусы, свои силы и возможности. В воскресенье планеты Меркурий переходит в знак Зодиака Скорпион в ваш 11-й дом гороскопа и останется там до 1-го ноября. Планета Меркурий отвечает за коммуникацию, за общение, за связи. И когда она переходит в 11-й дом, это хорошее время, чтобы найти единомышленников. Найти людей, которые могут вам помочь в каком-то определенном деле. Может быть, в бизнесе. Вы планировали открыть бизнес и вам нужно найти спонсоров или найти людей, которые вам помогут вложить деньги или взять какие-то консультации на этот счет. Вот когда Меркурий будет в 11-м доме, вам проще будет это сделать, дорогие козероги. Вы сможете с кем-то познакомиться, вы сможете установить контакты очень длительного характера. Это могут быть новые друзья в вашей жизни в этот период. Затем 11-й дом отвечает за надежды, за планы, за ваше будущее. Это вообще дом будущего. Может быть, вы будете планировать обучение какое-то, потому что планета Меркурий отвечает за обучение, за знания и за информацию. Это хорошее время, чтобы поставить перед собой цель. Все, я закончу институт, получу высшее образование. Либо пойду на повышение квалификации, либо вообще сейчас все изменю и буду обучаться новой профессии. Это хорошее время для обучения, хороший период. Вот с 13 октября по 1 ноября. Поэтому идите вперед, дорогие козероги, если наметили какое-то обучение. Также 11-й дом – это дом интернета. Может быть, вы будете изучать что-то в интернете, что-то искать в интернете. Может быть, обучение будет онлайн или консультации какие-то вы будете давать онлайн или получать консультацию онлайн. Либо вы будете открывать бизнес в интернете и нужно будет научиться всем фишкам. Это тоже хороший для этого период. Ну и также планета Меркурий отвечает за купли-продажу. Это хорошее время, чтобы продавать что-то в интернете или через интернет. Может быть, вы хотели продать технику ненужную, мебель, одежду. То это хороший период для этого козероги. Дорогие и милые мои козероги, большое спасибо вам за просмотр. Пожалуйста, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и подписываться на телеграм-канал. Ссылка под этим видео. В телеграм-канале я публикую анонсы к будущим прогнозам. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, обязательно добавляйтесь. Мне остается добавить только одно. Пожелать вам крепкого здоровья, дорогие козероги. Вы справитесь со всеми невзгодами и проблемами. Верьте в себя, не опускайте руки. Идите вперед, и все получится. У вас есть столько сил, которые вам и не снилось. Самое главное – проявлять эту силу, верить в себя. Все будет хорошо. Всем до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин